Мы, как всегда, с молитвой ко Всевышнему приступаем к нашим темам, темам, связанным с иудаизмом. И мне хотелось бы продолжить сегодня разговор о кабале и кабалистов и привести еще несколько примеров, когда, скажем, целая плеяда людей кабалистического плана, сильного плана, она остается забытой, она не упоминается. Эти люди все отличаются страстной любовью к земле Израиля. Я говорю больше о людях, близких к нам по времени, чем о мудрецах периода Талмуда. Люди отличаются страстной любовью к земле Израиля, борьбой за землю Израиля в том или ином плане, в том или ином смысле, и о них почему-то забывают. У меня есть повреждение, что в некотором плане они забывают несколько умышленно. Но не буду никого обвинять, и мы просто пытаемся восполнить этот пробел. Но прежде всего давайте возьмем хотя бы несколько строк из перки о воде, из поучения отцов. То, что я начал, в общем-то, по вашей просьбе. И здесь мы опять с вами постараемся увидеть, как, скажем, комментарии, которые писались 200 лет назад и больше, они не всегда раскрывают то, что видно сегодня, то, что мы должны и оказаны увидеть сегодня, когда у нас есть страна, государство, за которым мы должны бороться и в физическом, и в духовном плане. Итак, прежде всего, Перкей, а вот. Мы попросим у Натана, чтобы он нам открыл экран, возможность мне демонстрации экрана. Если нет, то мы справимся и так. Да? Натан, ты меня слышишь? Если можно... Да-да-да, все, я все сделал. Спасибо большое. Огромное. Вот. Теперь мы делаем так. Как всегда у меня поднимается окно, которое мне не нужно. И вот мы с вами берем Перкей, а вот. Перкей, а вот. Секунду. Да, секунду, секунду. Так. Это нам не нужно. Мы берем какие. А вот. Так. А. Да-да-да-да-да-да. Да. Вот. Как-то ты просишь поднять одно, а он поднимает совсем другое. Сейчас я постараюсь вернуться к тому, к той папке, которая мне нужна. Очень-очень жаль. Каждую секунду. Ну вот. Да. Вот я это сделал. Открываю Перкей, а вот. И давайте мы с вами возьмем, возьмем десятую биржну. Это Шмайер и Авталион приняли от них, от своих учителей, от Шимон бен Шетаха и Иуда бен Табай. Они приняли от них Тору. И Шмайер и Авталион говорят, да. Шмайер говорил, люби труд, возненавидь высокое положение и не становись известен властям. В самом себе это высказывание должно было нас насторожить, потому что, ну, хорошо, люби труд. Я понимаю, возненавидь высокое положение, не знаю, у меня уже вызывает сомнение, потому что, живя в своей стране, я бы, да, хотел занимать высокое положение для того, чтобы влиять, оказывать влияние. И мы стремимся бы это сделать. И не становись известен властям, то есть скрывая от властей свои способности. Опять-то та же самая проблема, да. Я хочу быть полезен в своей стране. Поэтому, значит, согнувшись как-то, проходя везде бочком, отказываясь от любой должности, там, например, скажем, мне предложили бы министерство образования. Я говорю, например, я не знаю, способен ли я управлять министерством. Ну, допустим, как бы легче всегда на собственном примере, вот, предложили мне министерство образования, да. И я бы сказал, нет-нет, что вы, что вы, я нет, я возвращаюсь к своим книгам, вот, возвращаюсь к своему изучению, я это нет, я не могу. Ни в коем случае, там, допустим, да, у меня были бы способности, я бы, конечно, возглавил бы министерство образования и вложил бы все свои способности для того, чтобы привести к каким-то изменениям в стране. Так что высказывание очень странное, да, в ветру хорошо, да, но ненавидит высокое положение, не становись известен властям, да, это то, что говорит Шмайя. Здесь нужно представить себе, как мы всегда это делали, что ключ, разгадка к этим моментам, ключ, без которого невозможно, невозможно понять и применить как-то к себе и понять ситуацию на основе этих высказываний, если не вспомнить то время, когда жили эти мудрецы. Шмайя и Эвтелион жили в конце правления Александра Иная, когда мудрецы были вынуждены бежать, и подавляющее большинство мудрецов бежали из страны. Их учителя, да, Иуда бен Табай, и Шимон, Иуда бен Табай бежал в Египет. Шимон в Эншетах, как мы говорили, он был единственным мудрецом, который был близок к царю, он был женат на его сестре, и поэтому он мог держаться в стране и мог каким-то образом поддерживать духовность в стране. Остальные мудрецы чувствовали себя в опасности, и многие из них бежали за пределы страны, часть в Египет. Ишма и Эвтелион, они возглавляют Сангидрин в это время. И мы прямо слышим, слышим в их словах, слышим в их словах вот то труднейшее положение, в котором они оказались. Это прямо просвечивает через их слова. Посмотрим, что говорит Эвтелион. Эвтелион говорит так. Мудрецы, остерегайтесь в словах своих, чтобы не быть вам осужденными на изгнание туда, где вода гнилая, напьются ученики, идущие за вами, и умрут, а имя Бога будет осквернено. Будьте осторожны в своих словах. Что он имеет в виду? Эвтелион, мы никогда не поймем, мы никогда не сможем правильно воспринять это высказывание, если мы не представим себе, что он говорит в своих словах, будьте осторожны, чтобы не задеться власти, чтобы не говорить ничего против властей, иначе вам придется бежать. А когда учитель уходит, то часто за ним идут его ученики. И вот они оказываются за пределами земли Израиля, где есть самые разные мнения и мнения народов мира. И Тора там не такая сильная, как земли Израиля. И, как мы помним, с вами еще Иосиф Бен-Ивезер объявил землю народов мира нечистой. То есть у мудрецов есть понимание такое, что за пределами Израиля есть нечистота, нечистота во всех смыслах, нечистота в смысле Торы также. То есть не то, что она уже там, Тора никуда не годится, но она потернута таким туманом, нечистотой. И поэтому, если вы что-то скажете против властей, то вам придется убежать, и будет вред всем, будет вред вашим ученикам. Они напьются гнилой воды, не пойдут за вами, не всегда, может быть, будет возможность быть с вами, они останутся там в изгнании, и они будут пить гнилую воду, и имя Бога окажется осквернено. То есть они неправильно воспримут Тору, извратят ваше учение, пойдут учить людей. То есть изгнание сопряжено вот с самыми разными такими проблемами. Теперь можно было бы... Поэтому, скажем, возвращаясь к Шмайе. Его постановление, безненавить высокое положение и не становись известен властям, это годится только для того тяжелого времени, в котором он находился. Здесь можно подчеркнуть такую просто смену на самом деле эпох, о которой говорит Раф Кук. Примерно в это время мудрецы отстранились от политической деятельности. Мудрецы всегда были связаны с царем, с политической деятельностью. Они старались влиять на страну, на самые разные, скажем, как бы сегодня сказали, министерства, области жизни в стране. Прикладывали большие усилия. И как можно иначе? Для того и ты и учишься, для того тебе Всевышний дал способности, чтобы ты мог повлиять на народ. И самое непосредственное, удобное – это повлиять через власть, быть ближе к власти. Но это только в том случае, если царь правит. А когда Юханан Каэн Гадуль к концу жизни стал Цедукеем и стал преследовать мудрецов, тут мудрецы как бы сказали, стоп, мы ничего не можем сделать, мы лучше отойдем от властей. Равку говорит об этом моменте, что мы, люди Торы, мы добровольно отстранились от политической деятельности, но добровольно, не совсем добровольно, добавляет Равку, добровольно вынужденно. И мы ждем того момента, когда будет такая власть, когда мы сможем приблизиться к ней и через нее влиять на людей. Настал ли такой момент? Трудно сказать. Скорее всего, да. У нас есть еврейская власть, очень проблематичная, трудная. Но, тем не менее, мы видим, что есть и существует Раванут, главный Равинад и определенные законы Торы действуют в стране и так далее, то, скорее всего, конечно, нужно было бы стремиться к тому, чтобы, да, занимать должности и, да, быть известным властям своими способностями. Не так, как сказал Шмайя, да, вот, и совершенно ему не противоречит, просто мы живем в другое время. Теперь нужно сказать, что целый ряд религиозных кругов, религиозных партий, по крайней мере, до недавнего времени придерживался такого принципа, да. Ну, вот, мы избираемся в КНЕСЕР, мы посылаемся в КНЕСЕР своих представителей, потому что мы как-то хотим получить какие-то выгоды для своего сектора. Но мы ни в коем случае не хотим участвовать в этом управлении государства, заниматься общими проблемами, и поэтому мы не берем никакие министерства. Такого принципа придерживаю, скажем, Агутат Исраиль до относительно недавнего времени. Сейчас я, в принципе, отошел на задний план, вот, и если, но все равно видение осталось очень, видение ситуации осталось очень секторальным, и так далее, да. Вот мы с вами можем это все представить из высказывания Шмая. Не представляется, что если мы не берем этот класс, то его высказывание, оно практически, для нас оказывается практически бесполезным. Ну, да, Мудрец сказал, интересно, можно обсудить, но мы не понимаем, о чем идет речь, и не можем сделать правильных практических выводов для сегодняшнего времени. Вот, Автолеон мы с вами поняли, да, но здесь также скрыта определенная проблема. Мы увидим с вами дальше, что ученики Шмая и Автолеона, пожалуй, скажем, ученик один, Шмая и Автолеона, основной, это Елен, он берет их линию. А линию какую? Не связываться, не затеваться с властями, пройти тихонечко, да, вот. А Шамай, который также получил Тору, Ушмая и Автолеона, но, может быть, не был таким основным или преданным учеником своих учителей, у него был несколько свой взгляд, да, он занимает другую позицию. Он готов бороться с властями, он готов говорить то, что он думает, невзирая на последствия, невзирая на то, что он рискует жизнью, он может оказаться в изгнании, его ученики могут оказаться быть преследуемыми, и так действительно было. Мы сейчас не будем останавливаться на Елене и Шамайе, которые утились у Шмая и Автолеона. Но представим себе, да, что Елене, он действительно истинный ученик, скажем, или взял дух своих учителей, трудно сказать, истинный, истинный, он взял дух своих учителей Шмая и Автолеона, и он готов существовать при чужой власти, враждебной сыновьям Израиля, враждебной мудрецам Торы, традиции. Он готов существовать для того, чтобы пережить тяжелое время и как-то сохранить себя и своих учеников. Шамай идет, как бы, Шамай идет, не Шмай, а Шамай, на Елене и Шамай. Шамай идет в лоб, в лоб, в лоб с властями, его учеников действительно преследуют, их даже казнят, да, вот, и он сам рискует своей жизнью, то есть позиция совершенно другая, как бы здесь позиция сохранить, то, что мы можем сохранить, это позиция Елене, Елене, а позиция Шамая, это не позволить оскорбить имя Всевышнего, восстать против воспринимания имени Всевышнего. И вот мы видим с нами такую интересную связь, преемственность учеников, безусловно, и тот, и другой были преданными учениками своих учителей, но воплотили по-своему, как бы, по-своему каждый воплотил в жизнь их учения. Да, вот здесь я остановлюсь на секунду и оставлю демонстрацию, и прежде чем перейти к другой теме, я хочу вас спросить, есть ли возникнут какие-нибудь вопросы. Можно вопрос, да? Пожалуйста, да. Добрый вечер. То, что вы говорите, речь идет о пророках, когда, в принципе, еврейский народ жил под властью римлян, там, неважно, под властью Вавилону, то есть он не имел свое государство, не имел своей власти, независимости и так далее. Это понятно, это правила. Мне интересно, как вы относитесь, ваше отношение к сегодняшнему моменту, когда религиозные деятели, ведущие раввину, и так и далее, идут в политику. Так как вы сказали, что до недавнего времени они отстаивали только интересы своего электората, но то, что мы видим сейчас, этим дело не ограничивается. например, управляют Министерством здравоохранения, Министерством просвещения и так далее. Как это вяжется? Ваше отношение к этому? Вопросы очень сложные, конечно, да. Вот я взял с вами перкиовод и посмотреть в таком теоретическом плане, да, вы не ставите вопрос с ребром. На самом деле, конечно, правильно делаете, скажем, я бы не хотел говорить, я бы не хотел говорить в принципе о харидивном мире. Это мир, на мой взгляд, очень проблематичный и очень сложный. Я никого не хочу отрицать и отбрасывать, у меня есть своя роль и своя функция. Безусловно, это общество харидивное, оно не мыслит категориями всего народа в любом случае, не мыслит категориями государства. И когда идут в политику и берут министерства, то, в общем-то, скажем, я бы сказал, ну, я бы с моей точки зрения сказал, что это не совсем правильно, потому что преследуются чисто секторальные, чисто секторальные моменты, понимаете, человек, которого выбирает какая-то группа людей очень хорошо, он, конечно, должен отстаивать их интересы, но, поскольку он оказывается, поскольку он оказывается вородным, управляющим всем народом, он не может абстрагироваться совершенно от других групп населения, от их интересов, даже с точки зрения справедливости, я бы сказал, что вот поэтому скажем, говорить о сегодняшней политике конкретно очень трудно, если вы спрашиваете вот о таком харитинном мире, который имеет своих представителей в Кнессете, я не думаю, что это люди, которые пошли в Кнессет, потому что они видят новый начавшийся период, они видят какие-то возможности влиять духовно на весь народ, тем более продвигать какие-то экономические и, скажем, военные аспекты, потому что они понимают, что настало время, новое время у нас есть свое государство, эти люди не мыслят такими категориями, они мыслят категориями своего сектора, поэтому, скажем, для них эта мишна совершенно бесполезна. я могу говорить, скажем, люди национально-регионные лагеря, беря в общем, который я тоже не хочу идеализировать, но беря в общем, скажем, другое мышление, эти люди могут читать эту мишну и задумываться над тем, а что мы можем сделать, а как мы можем участвовать в политической жизни, а может быть нет, они могут мыслить такими категориями, как мы можем повлиять на весь народ. Харидимный мир нет, у него нету такой мысли, кроме действия, как вот, что я могу сегодня сделать, даже мысли такой нет, а есть чисто секторальное мышление, я бы мог привести ряд примеров, я бы не хотел заострять этот момент и как-то углублять его, и с уважением ко всем, потому что сегодня нужно быть политикой коррект, политически корректно, мы говорим, я так не могу, я хочу говорить с вами откровенно и о проблемах, опять же, не унижая никого, не обрегая никем, у всех есть свои достоинства. Окей, еще пару слов, все понятно, смотрите, я понимаю, когда речь идет о защите интересов своего вектората, это легитимно, это допустимо, это нормально, но для того, чтобы управлять, даже если они будут задумываться, да, о пользе народа, принести пользу к государству, нужны знания в определенном области, которыми они близко не обладают. но это совершенно верно, то есть, если говорить, сейчас начинаем говорить о проблемах этого общества, можно сейчас долго говорить, я бы опять не хотел бы концентрироваться на них, давайте скажем то, о чем мы с вами говорили, что, по крайней мере, если человек хочет понять Тору, самые разные ее аспекты, и тем более, если человек хочет повлиять через те способности, которые ему дал Всевышний, в духовном плане хочет повлиять на свое окружение, а уж если ему повезет на всю страну, на весь народ, да, если у человека есть такие кланы, то, безусловно, он должен обладать общими знаниями, знаниями широкими, да, и сама иметь навыки, и рабочие навыки, и службы, и службы в армии, да, иногда, может быть, нет, но это редкие исключения, когда человек, скажем, обходится теоретическими знаниями, он все хорошо понимает, но в большей части это так, у него должны быть навыки рабочие, жизненные, это понятно, иначе он не может влиять, да, вот, если говорить о хоридимном мире, то есть много и много моментов, когда люди, которые мы представляем, что они соблюдают закон Торы, ну, прямо лучше всех, и четче всех, они этому привержены, они живут не по галахе, и живут не по галахе, они живут по каким-то обычаям, каким-то установившимся, установившимся своим правилам, они живут по тем установлениям, которые, по установлениям, которые выносят их мудрецы, их авторитеты, вот, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно, не знают, но, в принципе, это не галахе. И последнее, последнее, то, что мы с вами видели, это отношение, по крайней мере, в начале эпидемии короны в Израиле, отношение целого ряда выдающихся мудрецов Торы к тому, что не нужна никакая изоляция, нужно продолжать молиться в синагогах и так далее, пока это не ударило практически, то есть, очень тяжело ударило по харидиному миру, они свое мнение не изменили, а это мнение против галахи, потому что, как мы с вами говорили, в Шелка на рук описывая эпидемию, он говорит о том, что человеку следует уехать из города, где эпидемия, взять своих детей, и, понятно, он не думает о том, будет у него миниан, будет у него миниан, сможет он читать Тору в Шейнии и Хамиши, проблемы становятся гораздо более острые, более глобальные проблемы жизни и смерти становятся, и тут мы знаем с вами, что отношения к Пеклу, Хнефиш, заботе о жизни, когда даже есть подозрение, то почти все, не все, но почти все отодвигается на задний план, я удивляюсь, где же здесь глуха, где же здесь глуха, правда, жизнь, она самая, как бы, самый такой наглядный учебник, она все равно заставит придерживаться глухи, да, но это, скажем, это только, это только маленький пример, да, только маленький пример, потому что отношение в службе, отношение к службе в армии, оно совершенно не укладывается в рамки, в рамки Галахи, да, и мы видим, что это приводит к весьма и весьма неприятным, неприятным последствиям, и мы видели, что, скажем, в этом году, в День памяти, целый ряд, скажем, говорят, от таких крайних, крайних ультра-отодоксов, как говорят, я уж не знаю, как подобрать, какие слова, они устроили пляски во время сирены, случайной сирены памяти солдат, какое, какое это имеет отношение к Галахе, ну, да, скажем, это крайние, да, там арестовали несколько человек, да, это крайние, они-то крайние, но общество-то их не осуждает, общество не скажет им, да, вы совершенно нас не отражаете, ни в коем случае, так же, как и позиция Сатмара, к великому сожалению, да, против государства и так далее, она тоже не все такие, безусловно, но общество же не извергает из себя эту группу, этот, скажем, весьма-весьма проблематичный хасидизм, это то, что есть, я очень не люблю вдаваться в такие разговоры, мне бы хотелось, чтобы мы, скажем, занимались, занимаясь тоже теоретически, практически, чтобы вы сами без меня как-то осмысляли ситуацию, но если вы спрашиваете, я не могу не ответить, да, вот, и опять сто раз хочу подчеркнуть, что тут начинается взаимный разговор, взаимная ненность и так далее, нет никакой взаимной ненности, взаимная ненность, и когда ты желаешь человеку плохого, я никому плохого не желаю, я желаю, чтобы все были живы, здоровы, да, и чтобы мы все вместе были единым народом, никакой ненависти нету, да, а не говорить о проблемах, невозможно не говорить, да, я думаю, что не говорить это хуже, чем говорить, что по последним данным 70% зараженных и так далее, это харидин, и напряжение в обществе есть, по поводу информации, я не в курсе этого напряжения, да, мне гораздо более интересно, вот то, что мы с вами, в разговоре с вами, вы, мне как кажется, да, мы увидели вот эту мешну, это высказывание Шмая и Абтельону вот в таком, скажем, в таком объемном плане, да, вы поняли, что она имеет отношение к определенному времени, да, и что в наше время эту позицию по крайней мере надо было бы пересмотреть, это мне интересно, да, вот напряжение в обществе может быть есть, наверняка, да, скажем, глобальный вопрос, да, что, что государство может сделать с этой группой людей, да, я не вижу пока что каких-то реальных шагов, которые могли бы быть прикриняты, вот, делаются попытки вовлечь их на рынок труда, открываются самые разные мехловод, учебные заведения, которые на самом деле полуподпольные с точки зрения формального закона, они вообще незаконные, но государство идет на это, потому что человек, который не служил в армии, он просто так, вот, он не может поступить выше в учебные заведения, даже в среднее, не уладив свои, пока не уладив свои отношения с призывным пунктом, вот, но идут на это для того, чтобы как-то вовлечь на рынок труда, что-то поменять, и все, я не знаю, что можно поменять в этом плане, да, вот, но по крайней мере, нужно понимать ситуацию, ну, окей, хорошо, есть что-то, что еще хочется спросить, да, а то, может быть, кто-то скажет, что у нас с Матановым задянулся диалог, не дали никому больше высказаться или спросить, но есть и есть да, пожалуйста. Я не хотел, просто то, что вы процитировали, то сейчас это работает в точности и то наоборот. Не понял вас тут, Матан, не понял, что значит работает наоборот и какую цитату вы имели в виду? То, что вы процитировали за геркея работ по поводу в теглеон и так далее, что не надо ли своего власти и будь тише и не будь ближе, не будь близко к властителям или сейчас это действует в точности до наоборот. Просто это применительно как бы к нашему государству, когда у ювереев есть свое государство. Где большая разница? Ну, безусловно, мы хотим или не хотим, мы должны быть политически активны по мере возможностей. Тоже, наверное, бывают у нас разные правительства, разные ситуации и так далее. Вот, на все нужно голову, здравый смысл, но глобально, конечно, нельзя устраниться от жизни народа в земле Израиля. Безусловно. Хорошо. Давайте мы тогда сделаем еще с вами шаг, следующий, и попробуем поговорить о людях, так сказать, кабалы. И вот я приготовил кроме Раф Кука к высказанию, к которому, может быть, мы еще вернемся, я приготовил вам рассказ про одного каббалиста, можно сказать, известного и в то же время неизвестного в Израиле. его называют Хахам Яшуа или Яшуа бэм Шушан. Он, к великому сожалению, умер не так давно. Давайте посмотрим на лицо этого человека и познакомимся с его биографией. Здесь он присутствует на обрезание и читает благословение. Я думаю, что по одному лицу можно представить себе его духовный уровень. Почему я выбрал его? Все по той же причине, потому что вряд ли кто-то расскажет о нем сегодня, кроме может быть отдельных людей или скажем довольно замкнутого круга людей, изучающих Тору, интересующихся историей, историей Израиля, духовной историей Израиля. Его вряд ли упомянут. Мало кто упомянет. И вот Яшуа бен Шушан или Хахам Яшуа он родился в Ирушалайме седьмое поколение в Ирушалайме, родился в семье очень крупного, сильного раввина, учился у своего отца, учился у других раввинов, тяготел к изучению кабалы, когда когда ему исполнилось 20 лет, он решил служить в армии. Это было вскоре после войны 67-го года. И естественно, как молодой человек, который провел время за изучением туры, он не отличался особой физической подготовкой, мягко говоря. У него были какие-то природные данные, но он, естественно, совершенно их не развивал. Но он хотел служить не больше, не меньше, чем в Саерет-Шакет, в элитном подразделении, которое называется Шакет, и которое после 67-го года решало сложнейшие задачи, как вы представляете себе, после 67-го года, через некоторое время усилился терроризм, и его не брали. Он пролежал больше суток на пороге командующего отделением Шакет, пока его не записали в ряды ударного отряда, в ряды элитного подразделения Шакет, полагая, что недели через 2-3, максимум через месяц его оттуда выбросили. Он остался в этом подразделении, смог доказать себя как солдат, можно сказать, способный, сильный, смелый. Отряд считал, что когда он выходит с ним на задание, то ничего с ними не случится. Но принципиальные, скажем, изменения в его жизни произошли в 73-м году. в 73-м году он во время войны, которая, как вы знаете, оказалась неожиданной для Израиля и очень пролитной, и был непонятен исход этой войны, он служил под началом Ариэля Шарона, и при перефорсировании Суэцкого канала, как мы помним, которая стала таким ходом Ариэля Шарона, который сыграл решающую роль в повороте этой войны, форсировать канал и оказаться в тылу у египтян, идти на Каир, вместо того, чтобы вести войну фронтальную с египетской армией, это был план Шарона, для этого нужно было форсировать Суэцкий канал, самые тяжелые бои были в месте, которое называли Хават Синя, как сказать, Хават, ферма, китайская ферма, так ее просто прозвали солдаты, потому что они увидели какие-то буквы на здании китайские, там была оборудование китайское, то ли что-то еще, неважно, место, бункеры, укрепленные бункеры египтянами, практически неприступное место, сражение было очень тяжелым, и Хахам Яшуа, Яшуа Веншушан, он принимал участие в этом сражении, и когда после кровопролитного боя вывели 400 пленных из бункеров и поручили ему сопровождать их в тыл, 400 пленных, он заметил, что среди этих пленных нету ни одного офицера, и пошел к Шаролу, и сказал, что офицеры остались в бункере, штурмовать второй раз бункер, и это было немыслимо, это было безумие просто, но он настаивал на этом, и командование согласилось с ним, спросило, сколько дать ему людей, которые пойдут с ним, он сказал, что он пойдет один, он одел на себя бронежилет, то, что было в то время, и обмотался, чем только мог, взял гранаты, вошел в бункер и кидал гранаты, пока все офицеры в самых темных углах, они не сдались, он вышел из бункера своими ногами, но, к сожалению, естественно, что то, что было на нем, не могло полностью защитить от оскоков, и он был тяжело ранен, и провел долгое время в госпитале, после окончания войны он не мог спать, и ночами учил кабалу тайное учение, да, и он известен своими молитвами, что они помогали людям, он молился обо всем Израиле, поскольку у него были свои отношения в армии, он иногда просил самолет, и на самолете облетал границы, границы Израиля, для того, чтобы молиться о защите страны, да, был человек интереснейший, с глубокими знаниями кабалы, который поднял целую плеяду учеников, да, и мы понимаем, что мы понимаем, что это несколько другой образ, чем тот образ, который мы говорим, когда мы говорим о кабале, есть рэби с полным уважением, вот он Штраймоле, вот он, сидит вокруг него тысячи или больше учеников, вот есть Тиш, Третья Трапеза, в субботу, вот ученики стараются взять кусочек от хавы, который ел учитель, потому что вот это даст им возможность соприкоснуться как бы с его духовной высотой и так далее, да, все это может быть хорошо, это совершенно другая картина, да, я как человек, я смотрю на этого учителя, и я думаю, да, что он, что он сделал в жизни, какие книги он написал, да, что он сделал для народа, чем он известен, да, вот, и я бы, скажем, я бы не пошел к такому человеку учиться, я бы не стал вырывать кусочки халы с его тарелки, охотиться за кусочком халы с его тарелки, моё право, моё право, я не вижу в таком человеке великого учителя, человеке, который рисковал жизнью для еврейского народа и с детства как бы посвятил себя изучению Торы и при этом понял величайшую заповедь защищать еврейский народ и понял, что он не может, не может, не хочет отстраниться от этой заповеди, а если уже защищать еврейский народ то по максимуму, да, то я такому человеку доверяю, я доверяю рассказам о нем, я доверяю его учению, вот, и не знаю, помогла ли его молитва, когда он летал на самолете вокруг Израиля, вокруг границы Израиля, уверен, что помогла для себя, я уверен, что его молитва помогла, да, вот, это, скажем, один рассказ о каббалисте, великом каббалисте, которого, к сожалению, имя которого, к сожалению, редко упоминается, да, вот, есть и есть и другой человек, более известный, более часто упоминаемый, хотя, на мой взгляд, также не нашедший своего достойного места в той плеяде каббалистов, о которой мы часто слышим, да, я думаю, что многим знакомо это лицо, да, здесь видим, что он человек, известный в Израиле, отмечен маркой, выпущенной государством Израиля, да, речь идет о рабе Арье Левине, чем он известен, если не рассказывать его всю биографию, то он родился в Средовостоке, в Израиле с 1905 года, во время английского мандата, он был известен тем, известен, скажем, известен сегодня, тем, что он приходил к заключенным, у него было такое разрешение от мандатных властей посещать заключенных, приходить к заключенным, и, естественно, что это было важно для тех, кто попал в руки английских мандатных войск за свою деятельность в подполье, естественно, для них было важно, и поддержать их морально, и так далее, и он стал известен как раввин подполье, но не только моральную поддержку оказывал Раварье Левен подпольщик, он передавал записки, и он целому ряду людей помог бежать из английских тюрем, и даже из такой тюрьмы, как тюрьма Вака, он побежал помог нескольким людям бежать через систему канализации, он передавал записки, но самый, скажем, тяжелый и трагический случай, который, скажем, в его жизни, он связан с двумя именами, это Маше Беразани, молодой человек, приговоренный англичанами к смертной казни, и Маше Файнштейн, их вместе вывели на казнь, вот, а они до этого, до того, как вывели на казнь, они получили от своих товарищей, получили апельсин, внутри которого была граната, которую они собирались бросить в англичан, в тех, кто пришел их повесить, вот, и, но раб Арьелебен, он должен был присутствовать при казни, и, как они его не отговаривали, он был ночью у них, до казни, они его доваривали приходить на казнь, он все равно пришел на казнь, они не бросили гранату, боясь причинить ему вред, они гранату взорвали, прижавшись к этой гранате сердцем, кстати говоря, оба погибли от взрыва гранаты, а не от рук англичан, кстати говоря, оба молодых человек, они люди религиозные, теперь на рафарье Левин известен как бы его капиталистические способности, они проявились скажем, очевидно, с полной очевидностью в такой момент, есть известный известная попытка прорваться в осажденный Гуш и Цион во время войны независимости, во время которой, во время этой попытки погибло 35 человек из отрядов Пальмаха, их просто обнаружили арабы и атаковали ночью, они все погибли в последнем бою, 35 человек после образования государства, арабы вернули их тела, и они похоронены на кладбище в Буш и Цион, есть как бы мемориальные так сказать могилы, их обозначены на горе Герцеля, они похоронены на кладбище в Буш и Цион, и вот мы представляем себе, что можем легко представить себе, мы здесь видим процессию с возвращенными телами, мы представляем себе, что их тела не могли опознать, то есть затруднялись с теми средствами, которые были тогда, опознать кто из кто, и конечно важно было бы отметить могилу для родных и близких, чтобы они могли молиться по крайней мере на могиле своих близких, тогда пригласили Рафа Елевина, он взял вот этот Танах и каждый раз, я не могу сейчас перечислить рассказы подробно о скажем тех прилистных страницах, которые он использовал, он воспользовался приемом вильнюсского галона, который, видимо, передался ему по традиции, он открывал Танах на вредленном месте и на той странице, где он его открывал, находили имя одного из погибших, имя соответствующее одному из 35 погибших, и таким образом были без всякого сомнения обмечены могилы, могилы 35 погибших. Это раб Ольге Левен, который и после образования государства продолжал посещать тюрьмы. Человек довольно известный, о нем упоминаем, но тоже я сказал недостаточно. То, что я хочу сказать просто, что трудно себе представить такое понятие Каббала. Вот человек обладает какими-то там знаниями, и совершенно никак он себя не проявил как человек, который любит народ, у которого есть какие-то, хотя бы, если даже не действия, какие-то идеи, которые могли бы продвинуть народ. Вот, скажем, Вильнюсский Галон. Он просидел в доме с полузакрытыми ставнами всю свою жизнь, но он послал своих учеников в землю Израиля, и не просто послал, его идея была на то время совершенно новой, отличной от хасидской идеей, это приехать в Израиль и не работать, обрабатывать землю, строить дома, создавать новые места поселения евреев, это была идея Вильнюсского Галона и его ученики, такие, как Маши Соломон, они действительно сыграли большую роль в развитии первого такого изначального поселения в земле Израиля. Если кто-нибудь сейчас немного останавливается, есть такое понятие, как выход за стены, скажем, Ирушалаема. И мне бы очень хотелось представить с вами, что ну как же вот это Каббала, Тора, совершенно оторванная от народа, от истории, от тех событий, которые происходят с нами, событий, столь напряженных, иногда трагичных, не дай Бог, событий. И все это учение, оно просто где-то там в небесах, в сферах, оно плавает, я, скажем, как частный человек, просто теряясь своим опытом, я не очень доверяю этому, не очень доверяю. И обладая некоторым опытом, я часто вижу те принципиальные ошибки в понимании, я не берусь не, скажем, в понимании, я бы сказал, духовного учения, не стал говорить, каббалы, которые я не владею, не из дирического учения, мистического и так далее, просто в понимании на высоких духовных аспектах Торы или грубого их непонимания. Это я вижу. Но это не для меня главное. Главное для меня, а что это учение дает? Если оно столь великое, оно должно преобразовывать мир, оно должно преобразовывать народ, оно не может быть в каком-то узких кругах, в каких-то группах, похожих на, иногда похожих на какие-то секты, и тем более, что в этих группах часто учат это духовное учение, не понимая его основ. Я уж не говорю о том, что не проработав пророков, просто не понимая его основ. здесь я тоже хочу на секунду остановиться, у меня еще есть третья часть занятия, не знаю, посмотрим, как мы ее успеем, но сейчас я остановлюсь и, пожалуйста, если что-то хочется спросить, добавить, или выступить с какой-то критикой, то, пожалуйста, я готов это выслушать. Делюсь с вами своим мнением, но опять же, не могу настаивать на нем, говорить, что никто ничего не знает и так далее, я вам говорю о своем мировосприятии. Пожалуйста. Если нет вопросов, то я надеюсь, что, по крайней мере, мы познакомились с интересными личностями, которые не всегда воспринимают как великих футболистов, не всегда вспоминают о них, надеюсь, что мы познакомились с ними и тогда с вашего разрешения, если нету никаких дополнений и возражений, то я бы хотел с вами то, что я приготовил взять небольшие отрывки из книг Раф Кука, которые, как мы с вами говорили, фактически являются каббалистическим учением или учением, основанным на каббале, на мистике, но они как бы написаны другим языком, языком, который, если он не полностью открыт, то, по крайней мере, он обращается ко всем людям, он не пользуется терминологией, которая превращает иногда наше учение просто в математику или когда берутся какие-то понятия и иногда приписываются какие-то объемы, проценты, что-то складывается, вычитается и так далее, рисуются какие-то схемы, и все это само по себе большая проблема, в этом плане тоже я бы мог поделиться своим опытом, но в любом случае, давайте мы постараемся прикоснуться с текстом, с текстом, который, скажем, принадлежит Равкуку, Равкука, его основные труды, они называются урод, урод, в принципе, это свет во множественном числе, у меня всегда есть затруднения как перевести на русский, можно сказать, спектр света, можно сказать, света, может быть, это не очень звучит, но не так важно, дело в том, что как он понимал свет, он понимал как новый, скажем, выход на новый уровень понимания, или, скажем, понимания всего того, что у нас есть в новом свете, и понятно в каком свете, в свете начинающегося нового времени, когда основья Израиля собираются на своей земле, стремятся создать свое государство, это неизбежно, неизбежно приводит к тому, что люди должны как-то все увидеть в новом несколько глобальном, иногда, может быть, государственном, политическом свете, и тогда старые понятия из частных они проявляются глобально и обретают какое-то новое звучание, я бы сказал. В никаком случае не переписывается Тора, в любом случае новое время, которое началось может быть с середины девятнадцатого века, может быть с начала двадцатого века, новое время требует нового взгляда и нового взгляда, осмысления всего того, что у нас есть, то, что мы произнесли через голову, через изгнание, оно требует осмысления, не важно, где ты живешь, не важно, какие твои представления и позиции, ты не можешь смотреть на Тору, на нашу традицию, просто не можешь смотреть по-прежнему, так как смотрели на это мудрецы, там, скажем, не мудрецы, а как мы понимаем слова мудрецов тысячу лет назад допустим, да? Вот, скажем, и у Равкука есть урод, просто свято, а есть урод о кодексе, скажем, разговор о, на несколько такой, более еще возвышенной, о в плане святости, нечто святого, возвышенного, духовного, если урод, они, в них обсуждения более, скажем, таких реальных аспектов, хотя тоже все обсуждается с духовной точки зрения, безусловно, но затрагиваются вопросы земли Израиля, народа Израиля, то борода кодекс, давайте посмотрим, он как-то немножко поднимает планку, как сегодня вы сказали, да? Святая мудрость отличается от любой другой тем, что она поднимает желание и свойство души всех людей, изучающих ее до той высоты, с которой она сама берет свое начало. То есть первое заявление Ра-Лама из какого кукла понимаем мы до конца о чем идет речь, не понимаем это не так важно, он говорит о том, что занятие возвышенными аспектами то, размышления о всевышнем, о его свойствах, о, в конце концов, о тех путях, которыми он управляет миром, он говорит, чем оно ценно, в чем его ценность, да? Оно меняет человека автоматически, да? возвышает его, возвышает его, возвышает его душу. Все, что есть у Ра-Лама в кукле, да, это полемика с, как бы, с его окружением, с другими авторитетами, полемика скрытая, иногда полемика с философами современными ему, да, вот, и здесь потрясающе интересная посылка, да, вот, скажем, вот, я спросил у одного человека, который там занимается кабалой, утверждает, что он занимается кабалой, считает себя очень пропинутым, а что такое кабала? Он мне ответил, кабала, как бы, это получение света целей, да? Ну, я, может быть, немножко понимаю, о чем он говорит, но, в принципе, это же просто абракадабра, значит, что такое получение света, света целей, да, какой цели, да, какой цели, понимает ли он цель, да, это требует отдельного выяснения, что является целью, целью жизни человека, какой цели мы стремимся, да, другой, как можно получить свет, да, как можно получить свет, свет нельзя, свет нельзя получить, да, свет нельзя получить, Потому что если мы возьмем мешок и попытаемся закрыть мешок, чтобы поймать там свет, то у нас свет исчезнет. Поэтому, скажем, слова, за которыми, в общем-то, ничего не станет. Хорошо, что человек увлечен сюда, но в конечном итоге это путь в никуда. Здесь Рав Кук полемизирует с подобными заявлениями и полемизирует с то, что называется тнуот мусар, с движением, скажем, замораль, которое, скажем, было распространено в литовских ешивах, как некоторое противоставление фасидизму, научить людей высокой морали на каком-то примере и так далее. Это, скажем, очень трудно. Есть эти цифры и мусар, книги по мусару. Не знаю, что они дают, как они могут научить человека. И здесь Рав Кук говорит, что если человек хочет стать другим, возвыситься, то есть путь. Может быть, он не единственный, но это не путь. И сидеть, думать, и как быть хорошим. И вот как правильно поступил. И вот как правильно поступил мудрец там на примере Агады, который фактически-то не понял смысл этой Агады. Я мог привести примеры совершенно просто, которые у нас не было объяснение Агадо, для того, чтобы научить человека мусару правильному поведению, моральному поведению, который у нас никогда не ведут совершенно. Рав Кук говорит, есть путь. Это искренняя попытка постичь, если так можно сказать, Всевышнего, свойства Всевышнего, его пути управления миром, одна твоя направленность, одно твое соприкосновение с этими аспектами, оно возвышает тебя. Не надо заниматься постоянно, скажем, перебирать, как нужно сделать правильно, а как неправильно, как сделали мудрецы в прошлом, а как они сделали в недавнем времени и так далее. Это очень трудно, очень трудно, очень трудный такой путь, и часто он никуда не приводит. Есть путь исправления человека, это искреннее его стремление к высоким аспектам. Дальше он подчеркивает, и ничего подобного не происходит, когда кто-либо соприкасается с распространенными науками, даже они направлены на раскрытие красоты, возвышенности и благородства в мире. Нет у них силы воздействовать на человека, притягивая саму сущность, размышляющую над ними, к их категориям. То есть у наук, как бы они ни были красивы, как бы они ни развивали разум человека, у них нет такой возможности поменять его желание, направленность его мысли, направить его к добру, к стремлению к высокой духовности. И он пишет, что и причина этого кроется в том, что все относящиеся к святости происходит из источника жизни всех живых. То есть человек, когда он устремлен на высокие аспекты изучения Торы, он соприкасается, если так можно сказать, соотносится, по крайней мере, с источником жизни. И одно – это уже меняет его в лучшую сторону. А у всех будничных наук нет такой силы. Это то, что пишет Равку. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что вместо каких-то загадочных определений самой Каббалы, цели ее изучения, Равку дает нам, по крайней мере, некоторый путь понимания того, о чем идет речь. Соприкосновение с источником жизни. Дальше мы можем искать, о чем, о каких конкретно науках идет речь, какой путь мы для себя изберем, что пробуждает наш интерес и так далее. Но какую-то очень важную купицу, очень важное зерно, он зародил над своими словами Равку. Теперь, скажем, есть вещи более понятные, есть вещи менее понятные в Равкуке, но в любом случае у него есть попытка объяснить, а не запутать. Он говорит без терминологии, без тех каббалистических терминов, которые очень часто остаются непонятными или просто остаются некоторыми формальными посылками. Ну, еще один пример, несколько другого плана. Это из книги «Урод не из урод», а кодыш, как бы более такого возвышенного знания, а просто из «Урод», это седьмая глава «Урод». Вот те переводы, которые вы видите на экране, это то, что я пытался переводить, и, к сожалению, такого упорядоченного перевода полного книги «Урод» Равкука, даже «Урод», не то что «Урод», а кодыш, на сегодняшний день на русский не существует. Там вы можете найти переводы книги «Зор», вы можете найти переводы из «Равиашлага». Все это может быть положительно, но «Урод» вы не найдете в переводе на русский язык. Теперь дальше. Давайте попробуем представить себе еще один пример и потом обсудим. «Душа наполнена буквами, которые, в свою очередь, наполнены светом жизни и силам знания». Очень интересная посылка, что душа наполнена буквами. Здесь мы бы должны были спросить себя, что такое буквы, как душа может быть наполнена буквами. Мы представляем себе, что буква на иврите, по крайней мере, это «От», это знак. То есть она никак не сама в себе является какой-то отдельной сущностью. Она указывает на что-то, как указывает всякий знак. Скажем, если у нас есть знак на дороге, который обозначает поворот, то это еще не сам поворот, это знак, который указывает на то, что здесь, в этом месте дороги или близко, есть поворот. Точно так же и буква. Она не сама в себе, как бы она указывает на что-то. На что она указывает? «От» оказывается на силы души. Понятно, что душа сердит свои силы, как можем сказать, от источника жизни, от Всевышнего. И мы тогда легко приходим с вами к пониманию, что буквы – это знак, который обозначает разные каналы, устроенные по разному принципу связи души с источником жизни. Есть такой канал, есть иной канал, есть канал, который не сразу приближает душу, есть канал, который держит ее на каком-то расстоянии от источника, и, тем не менее, придает ее силу. Есть еще множество каналов. Вот буквы означают эти каналы. И в этом плане можно сказать, что душа наполнена буквами. И эти буквы, они выражают божественное желание. Ну, конечно, какое может быть божественное желание, более ярко, более четко, чем наполнить душу человека светом через те каналы, которыми она должна быть связана с источником жизни. И так далее можно говорить о заповедях. Как бы каждый заповедь пробуждает эти буквы. То есть мы понимаем, что заповедь, которую исполняет человек, она раскрывает каналы связи жизни. Он говорит о том, что в земле Израиля эти буквы иные совершенно, они как бы больше, чем те буквы, которые за пределами земли Израиля, и так далее, и так далее. То есть, но что самое главное, хотелось бы сказать и представить себе, что есть интереснейшие каббалистические книги, которые во многих кругах, они просто находятся под запретом, во многих кругах не вызывают интерес, гораздо больше интерес вызывает хасидская литература, хасидские рассказы, чем то очень четкое, аккуратное учение, которое может быть обращено к каждому человеку, которое принадлежит, если так можно сказать, к первому Равкука. Вот это то, что мне хотелось бы сказать в продолжении нашего разговора о каббале и каббалистах. Вот, теперь я остановлю демонстрацию, и, пожалуйста, я готов выслушать все, что угодно, даже ваши замечания, вот, в вежливой форме, но готов выслушать, пожалуйста. Вот, ну, хорошо. Равзиев, а Натан Котлерова, он ведет курс по другой книге, Аруда Чума, и Натан Котлер к переводу эту свою книгу. Да, я не знаю, каким переводом он пользуется, я абсолютно уверен, что, как бы, он ведет занятия осмысленные, с пониманием дела. К сожалению, я не знаю, каким переводом он пользуется. А, я думаю, что он сам переводит. Он переводит сам и помогает. Я думаю, что он сам переводит. А, сам переводит. Еще более интересно, да. В общем-то, это правильный путь. Если ты ведешь занятия, конечно, либо проработать какой-то перевод, и еще лучше перевести самому. Но, естественно, что наша цель была не в том, чтобы изучить книгу Равкука, а просто представить место его книг в той литературе. К сожалению, этого места он лишен, вот, как бы, по многим причинам. Но то место, которое у него должно было быть, есть, так можно сказать, в каббалистической литературе. То есть мы постарались с вами восполнить те дыры, те пробелы, которые возникают из-за того, что очень часто нам говорят, что вот эти книги учи, а эти книги не учи. И в раздел «не учи» попадают очень важные принципиальные книги, такие как Мурайана Бухимка, учения Заблудчих Рамбама, и Равкук, и целый ряд другой литературы. Хорошо. Равзеев, ну вот вы сказали про мусар, я задумалась, но как можно, чтобы он был просто как бы в теории? Это, само собой разумеется, что человек, размышляя, он потом это сталкивает с жизнью, из какой-то определенной ситуации, он на основе своих размышлений поступает, и дальше опять в какой-то ситуации, он дальше продвигается. А если он не будет просто так написано и не использует... Ну, это, да, это правильно вопрос, вопрос, какой поступок. Иногда есть редкие исключения типа обидностного уголовного, может быть, даже и не такие редкие исключения, когда учение человека, оно само становится действием. Вот наши мудрецы, как вы знаете, спорили, что важнее, действие Маасе или изучение Торы. Они пришли к выводу, что изучение Торы больше. Почему? Потому что оно приводит к действию. Очень мудрое такое решение, что изучение Торы, оно выше действия. Почему? Потому что оно приводит к действию. И это, скажем, да, очень-очень мудрая посылка. Действительно, для нас духовность – это главное без изучения, без постижения. Мы не можем сдвинуться, мы не можем рассчитывать на помощь Всевышнего, если мы пренебрегаем учением. Но оно само по себе, как бы, ну, в каком-то смысле, я боюсь сказать, оно имеет самостоятельную ценность, но большую ценность оно имеет, когда оно приводит к какому-то действию. И вот примером может быть то же самое, то же самое учение Равкука. Я уж не говорю о его влиянии на общество. Человек, который представляется нам часто, мудрецом, который сидел и писал книги, на самом деле он сделал несколько ходов, несколько действий, которые, исходя из своего понимания именно, которые повлияли на нашу историю. Например, Равкук во время Первой мировой войны, волей и судеб, так сказать, находился в Англии, и он оказал колоссальное влияние на то, что была издана декларация Бальфура. Это его влияние. Понятно, что прежде, чем это сделать, как бы прежде, условно говоря, прежде, он обладал пониманием того, что это нужно, что есть какие-то ходы, политические ходы, которые обязательно должны привести к образованию государства. И эти ходы не исключают диалог и даже просьбу к народу мира. Это все он себе очень хорошо представлял. И вот можно сказать, что его колоссальная роль в том, что появилась декларация Бальфура. Можно назвать и другие его моменты, и то, что он сделал его сын, скажем, Ешива Мерказа Рав, которую открыл Равкук, не говоря о ее влиянии на жизнь в Израиле. Это была первая Ешива, которая училась на еврите. Нам сегодня трудно представить это. Но, в принципе, изучение Талмуга, оно шло на Идиш. Я сам учился у людей, скажем, в Галуте, для которых Идиш был основой изучения, Идиш был основой изучения Талмуга. Равкук открыл такую Ешиву, и это тоже произвело, в принципе, и действие повлияло на всю нашу действительность. И, скажем, поэтому еще раз, скажем, такая закрытость, какая-то там, скажем, тише и все, при отсутствии влияния на действительность, на весь народ, в тех условиях, как-то тем более, когда он в насилие государство, но вызывает некоторое недоумение. Можете пару слов сказать о его отношении к хаббатскому хасидизму? К хаббатскому хасидизму, я, честно говоря, я не знаю эту эту проблему совершенно, отношения Равкук к хаббатскому хасидизму. Он владел всеми знаниями, безусловно, и в том числе и знаниями, которые есть в Хаббате, безусловно, его отношения я не могу сказать. Могу только сказать, что, безусловно, Равкук является продолжением линии Вильнюсского Каона, которая видит государство и заселение земли Израиля, и защиту земли Израиля, как реалии, не как некоторое, скажем, мистическое действие, а как реалии. В этом плане Равкук, безусловно, он продолжает линию Вильнюсского Каона. Конкретно его отношения к Хаббату я не знаю. Я и не специалист в этом вопросе не знаю. Вот, у меня есть у кого выяснить, я могу спросить. Есть рабство? Да, если можно, это интересно. Я могу спросить. Спасибо, спросите. Я причем спросил, потому что я недавно почитал, и меня немножко удивило, что он был седьмой львовичский ревер, Минахом Мендл, да, они были в хороших отношениях, как бы, друзья. У меня вот это, как бы, интересный момент. Одного другого не исключает, скажем, если ты, если ты не можешь, как бы, да, то можно увидеть, Равкук вообще старался, и, безусловно, это правильно, он старался увидеть достоинство у каждого и каждого. Вот, и как великий мудрец, безусловно, он мог быть и в прекрасных отношениях с любая ревер, он встречался, кстати говоря, Равкук и с Эйнштейном, и так далее, и я не вижу в этом ничего странного, понимаете, вот, скажем, и понятно, это позиция Равкука, что, скажем, если ты хочешь что-то исправить, ты постарайся добавить позитива, а не стараться, а не старайся, там, скажем, воевать и критиковать что-то, постарайся вычинить позитивную часть. У меня лично это не всегда получается, да, вот, опять же, нету никакой, там, не дай бог, ненависти и так далее, но, скажем, в силу своего характера и взгляда на вещи, вот, у меня есть очень много критических замечаний, вот, Равкука отличался тем, что он, и он пишет об этом, что он умел видеть достоинства во всем, во всем каждом учении, и все он умел возвысить, но это его, как бы, преимущество, да, все использовать, все поставить на служение одному великому делу, это пожалуйста, да, вот, и в этом нет никакого противоречия, но конкретно я постараюсь узнать, не думаю, что, не думаю, что я, как бы, заранее не думаю, что я услышу в ответ, что у него были какие-то принципиальные, критические замечания по поводу Хаббада, да, вся его полемика, которую мы с вами можем увидеть в его книгах, она скрытая, да, никогда не высказывают напрямую, ни против кого, есть совершенно очевидный, как бы, да, очевидная полемика, довольно острая, с Раф-Рафаэлем Гиршем, который избрал такую линию оставаться в изгнании и учить народа мира уму-разуму, вот, у него есть очень острая полемика, она видна часто в его книгах, вот, есть полемика и с Кроссовскими течениями, да, и отношения к его революции, все есть, вот, но, скажем, его отношения к Хаббаду, я просто не знаю, и полемики, скажем, с Хаббадом я не вижу, да, окей. Спасибо большое, да, если можно, узнаете, это и странно, понимаете, потому что именно Веленский Гао, он издал Херем, понимаете, и Раф-Рафуку, как последователь Веленского Гао, на его отношение к Хаббаду, вот это интересно. очень трудно сейчас вернуться назад и увидеть, скажем, смысл этого Херема, который издал Веленский Гао, да, скажем, да, очень трудно, это как бы отдельная линия, вот, скажем, я тут как бы совершенно не трудно, скажем, представить все соображения Веленского Гаона, почему он издал Херема и так далее, можно только представить себе одну, скажем, историческую деталь, вот, которую мы часто забываем, что после попытки встречи с Веленским Гаоном, когда он ушел через черный ход от представителей хасидизма, руководитель всего хасидизма, самый, как бы, сильный из всех хасидов, раб Мендель из Витебска, он сел своей общиной на корабли, и он переехал в землю Израиля, и он жил здесь, в земле Израиля, он что-то для себя понял из этого как бы хода бильниевского Гаона, что он не захотел с ним встречаться, он понял, в чем противоречие, понял, в чем расхождение, это не расхождение, как иногда представляют каких-то там каббалистических аспектов, там они по-разному видели Цинцум, Вильямский Галун видел так, Цинцум, Ахаббат видел, иначе, Цинцум, это все, все это совершенно не то, да, из-за этого не было бы таких столкновений, да, увидеть так, или увидеть так, да, вот каббалистический термин, каббалистическое представление, главное столкновение было, это дальнейшая судьба еврейского народа, отношение к земле Израиля, и Вильямский Гаон видел, что только моментальный переезд, грубо говоря, всего народа, то, что называется подняться стеной, он может спасти еврейский народ от великих бед, это то, что видел Вильямский Гаон, в отличие от подавляющего большинства учителей хасидизма и нехасидизма, которые даже положительно отношились к земле Израиля, ну, потихоньку, там, скажем, если Баложинский решил, который также воспитывался Раф Кук, да, то там была идея, но не обязательно сразу, потихоньку, да, Вильямский Гаон видел эту проблему, увидел ее через Амхаля, который говорил, что показывает, что время возвращения в землю Израиля, оно очень проблематично, и оно неизбежно станет тяжелым, не дай бог, если не будет моментальной реакции, если весь народ не поднимется с темой. Это была идея Вильямского Гаона, больше, вот, особенно у Хабада, который собирался собирать искры потихонечку, там, и так далее, до сих пор собирает искры в изгнании, у него не было такой идеи. То, что мы видим, это принципиальные различия, они не собираются в землю Израиля, штаб-квартира в Бруклине, все в Бруклине, понимаете? Я думаю, что рабе из Битебского, он очень хорошо понял эту проблему, как представляется, он просто взял и сделал то, как ему представлялось, нужно сделать, сел на корабли и переехал в землю Израиля, очень тяжело, кстати говоря, и все, но он это сделал. Насчет того, что делает сегодня Хаббат и так далее, мне очень трудно в кого-то там, скажем, пикать пальцем конкретно и так далее. Делайте выводы сами. Конкретные выводы я оставляю за вами. Призываю опять же во всем видеть положительную какую-то сторону и избегать такой резкой критики но при всем при том, конечно, определять и для себя или других определять правильный путь, преимущественный путь обязательно определять. Окей. Хорошо. Ладно. Спасибо большое и за Равкук особенно. Нет проблем. Вы заказываете, я исполняю ваш заказ. Вы хотите учить Равкук? Мы будем учить Равкук. Я думаю, что в свете тех уроков, которые существуют на Ленмоле, это, по крайней мере, пока это несколько излишне. Давайте мы с вами будем продолжать кооператься в наших таких аспектах. Хорошо. Ладно. Всего всем самого-самого доброго. Вот. И успехов, и здоровья, и хорошего праздника победы в шестидневной войне, которая приходится на шестой день нашей недели. Всего-всего самого-самого доброго. Вот. Я с вашего разрешения отключаюсь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok